Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в программе «Тема дня» говорим о музыке. У нас в студии художественные руководители и директора Ленинского мемориала Лидия Геннадьевна Ларина. Здравствуйте, Лидия Геннадьевна! Добрый вечер! Начну с приятной новости. 70% зала теперь можно собирать. Это, наверное, нравится, как и публике, которая стала более активной. Ну и артисты теперь купаются в овациях, так, как это было раньше. Эти факты можно констатировать? Вы знаете, мы постепенно шли к заполняемости в 70%. И поэтому сегодня я не могу сказать, кто купается в этом, но возвращается нормальная жизнь. И мы ожидаем, что, в принципе, те, кто соскучился по музыке, они были вместе с нами все эти продолжительные, все это продолжительное время, с апреля месяца, они будут находиться вместе с нами в концертном зале. А артисты всегда рады, когда огромное количество зрителей и аплодисментов. Но вы знаете, я обратила на такую маленькую деталь, когда мы проводили концерты, детские представления, сказки с оркестром. Мы в январе сделали маленький эксперимент и посмотрели, как наши юные слушатели умеют слушать сказку. И поэтому это очень хорошее возрождение того, как в старые добрые времена мы когда-то своим ребятишкам, и так это было и со мной, нам ставили эти сказки, мы слушали, мы читали вместе со своими родителями. И я обратила внимание, хотя в зале по ограничительным мерам не так много людей, но такое количество аплодисментов, так это ярко звучит и разлетается по всему концертному залу, что могу сказать, что уровень напряженности, уровень слухового восприятия не зависит, в принципе, от количества людей в концертном зале. зависит именно от той программы и от тех эмоций, того настроения, которое сегодня передают музыканты и получают наши уважаемые слушатели. Поэтому будет сегодня 300 или 500 человек. Это важно, важно. Но это не самое главное. Самое главное, чтобы наши с вами родные были здоровы. И поэтому сегодня все делается для того, чтобы вот эта социальная дистанция, она сохранялась, тем не менее. И это правильно. Тем не менее, большое количество зрителей позволяет нам говорить о том, что в Ульяновске будет проходить фестиваль «Мир, эпоха, имена». 59-й международный музыкальный фестиваль. Традиционный 59-й по счету. Как он будет проходить? На каких площадках? Вы знаете, когда мне задали первый вопрос по поводу 70-процентного заполнения, поэтому в этот раз мы приняли такое решение проводить его три времени года. Лето, весна и осень. Поскольку сегодня не все готовы выйти на концерты. Сегодня мы только перестраиваемся. Для себя в наше сознание вошло вот эта вот социальная дистанция, ограничение действий. И поэтому не надо торопить людей. Нужно спокойно выходить в концертный зал. Не нужно огромного количества концертов, как это всегда было в весеннее время. Поэтому концерты будут проходить, конечно же, всю неделю, субботу, воскресенье. Но это будет разделено на три времени года. Весна у нас классическая, построена на классической музыке. Это, конечно же, главное действующее лицо. Это Ульяновский симфонический оркестр государственный, губернаторский. Летняя программа, она уже пойдет на летней площадке. И здесь больше возможностей, меньше опасений более взрослому поколению прийти к нам на концерты. И мы принимаем огромное количество коллективов, крупных коллективов, государственных оркестров Татарстана. Это русский народный оркестр. Русский народный оркестр города Липецка. Народный оркестр Екатеринбурга. А главное действующее лицо – это наш русский народный оркестр города Ульяновска. То есть вы разделяете потоки. Мы разделяем, абсолютно, да. А осень – это то событие, которое сегодня неизменно связано с каждым человеком, с Россией. Это, конечно же, день окончания Великой Отечественной войны, 2 сентября. И к этому дню Ленинский мемориал, наши научные сотрудники, наш музей Ленинского мемориала, открывают павильон оружия подвига, посвященный и нашим тыловикам, и посвящен, конечно же, всем боевым действиям, которые проходили в течение 5 лет этой ужасной войны. А на площадках какого музея откроется эта выставка? Вы знаете, мы давно стали осваивать нашу территорию. Мы уже сказали о том, что открылась современная часть усадьбы семьи Ульянов, там, где мы открыли павильон ретро-мототехники. И там же такое было очень старое, назовем это так, бывшее здание, энергохозяйство. Сейчас вся система переведена уже в другие, так сказать, технические особенности. И вентиляция происходит совершенно по-другому. И вот огромные помещения остались высвобождены. И так родилась идея создавать выставочное пространство. И прошлый год это ретро-мототехника. А этот год будет под символом открытия выставочного павильона оружия подвига. На каких концертных площадках будут проходить концерты фестиваля? Ведь мы знаем о том, что Ленинский мемориал в стадии ремонта. И большая сцена наверняка будет недоступна. Вы знаете, мы, конечно же, относимся с пониманием. И это, конечно, сложно, когда мы вот этот продолжительный период жизни находимся на многих площадках города, как в репетиционном режиме, так и в концертном. Но я хочу поблагодарить своих коллег, которые приняли сегодня для себя решение и дали возможность нам работать в их концертных залах. И я хочу поблагодарить и коллектив, и руководителей залов. Дворец творчества и молодежи, прежде всего. Это основная наша площадка. Основная площадка наша – дворец книги. И я с благодарностью тоже отношусь, с пониманием. Это площадка, которую предоставляют нам на международный фестиваль ЦНК «Губернаторский». И один из концертов нашего фестиваля пройдет в Лютеранской церкви, потому что будет там звучать хор, государственный хор Татарстана. А у вас в руках уже афиша сформированная? Это у нас газета, так называемая красочная газета, потому что краски не хватает сегодня в нашей жизни. Она символизирует, как сказать, наш фестиваль. Он яркий, незабываемый. Яркий, незабываемый, да. Несем жизнь. И один из концертов этого фестиваля, я особенно хочу отнести сегодня мысль свою тому, что все мы прошли через или проходим через то, что инфекция может войти в каждый дом или болезнь. И не только, как вам сказать. Вы знаете, я как руководитель крупного череждения столкнулась с многочисленными бедой людей. И сегодня в вашей студии я хотела бы обратиться к ульяновцам и сказать, что да, это сложно. Да, мы пережили, и моя мама болела очень сильно. Кто-то потерял своих родителей и детей в нашем коллективе. И вот есть эта история сегодня. И в этот фестиваль заложены концерты, которые есть и с уважением к медицинским работникам, к врачам, к медсестрам. И заложена именно память людей, которые сегодня ушли и ушли как бы незаслуженно, быстро. И их жизнь оборвалась в какой-то момент. То есть там будет музыкальное спасибо докторам? Да. А фиша, там наверняка уже есть твердые даты, когда состоятся концерты. А это не зыбко сейчас? Гастроли все уже утвердили? Нет, мы надеемся, что все будут живы и здоровы. И даты все определены до 5 сентября. Мы ждем всех дорогих наших слушателей, посетителей на площадках нашего города. Билеты уже в продаже? Мы уже их давно продаем. И многие концерты уже заканчивают количество мест. Я хочу сказать, что этот фестиваль всегда проходит на территории муниципальных образований. И благодаря поддержке губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова, наш фестиваль в этом году вовлечет почти все учреждения культуры. Областные или регионы имеете? Областные, да. Я обращаюсь сегодня здесь и приглашаю всех жителей нашей большой Ульяновской области на наши концерты. Потому что уже в марте, 5 марта мы стартуем. Большой десант у нас выезжает по муниципальным образованиям. Март – это движение осуществляет народный оркестр и духовой. А лето – у нас идет большой тур симфонического оркестра по всем муниципальным образованиям, по всем площадкам нашей области. Да, а культуры? Да. Ну, а в основном это будут открытые площадки, потому что симфонический оркестр – все-таки это огромный коллектив. И мне бы очень хотелось, чтобы жители области увидели этот уникальный оркестр, который, в принципе, не всегда помещается и на многих центральных сценах России. Но это лето показало, что на открытом воздухе музыканты тоже играют с особым воодушевлением. Ну, это наша профессия, это наша жизнь, это наша миссия. Еще о тематике. Вы сказали, что обязательно будет спасибо докторам, но мы знаем о том, что в этом году, в 2021 году, на территории Ульяновской области проходит год книги. Вы каким-то образом в эту историю вплететесь со своим фестивалем? Вы знаете, 30 января мы открыли совместно с Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области, вместе с губернатором Ульяновской области, мы открыли год книги. Прекрасным концертом, на котором пригласили заслуженного артиста России Данила Спиваковского, который концерт был в ЦНК губернаторский. И удивительное произведение, которое прозвучало по-новому в сопровождении народного оркестра и художественное слово. «Ночь на худоре блестиканьки» Гоголя. А что касается в самой программе фестиваля, конечно, это огромное количество программ. Прежде всего, к 130-летию Сергея Прокофьева, советского композитора и бессменное шекспировское произведение Ромео Джульетта, мы приглашаем заслуженного артиста России Сергея Чунишвили. А также у нас будут молодые актеры нового драматического театра Москвы. У нас будет постановка Василия Теркина. У нас будет приношение Пушкина. У нас будет читать. И мы представляем сказку. Сказка... Сейчас я вспомню. О царе Салтане. Спасибо вам за этот насыщенный репертуар. Я напоминаю телезрителям, что сегодня в программе «Тема дня» мы говорили о том, что уже 5 марта в Ульяновской области стартует традиционный международный музыкальный фестиваль «Мир. Эпоха. Имена». Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!